Здравствуйте! 75 лет прошло со дня победы в Великой Отечественной войне. Но мы помним о подвиге советского народа, о тех, кто отстоял свободу нашей Родины в самой жестокой варварской войне в истории человечества. Сегодня я хочу вам рассказать о участнике Великой Отечественной войны, о человеке, на которого равняемся мы, его дети и внуки, о моем отце Маганедове Мирзахане Мукаиловиче. Он родился в 1914 году в маленьком селе Джахтык Табасранского района, очень бедной семье. Рано потерял отца, ему пришлось идти работать с такими же мальчишками, как он. А работа состояла в том, чтобы пасти скот зажиточных сельчан. Со временем Мирзахану пришлось совмещать учебу в школе и работу. По окончании школы его направили в соседнее село Хуряк учителем работать в школе. Он принимал активное участие в организации колхоза в родном селе и был назначен парторгом этого колхоза. В 1940 году Мирзахан добровольно отправляется в армию. Его направляют в Сталинград, в артиллерийское училище на курсы политработников, а по окончанию в город Ленинакан, в Армению. Но служить Ленинакане Мирзахану пришлось недолго, всего три месяца, так как началась Вторая мировая война, и его со спецвойсками отправили служить в Иран. Два года службы в Иране. В конце 1942 года отец подает рапорт, чтобы его перевели в действующую армию на фронт. И был переведен в город Бериси. Там стояла огромная колонна тюремщиков. Задачей офицера было обучение тюремщиков военному делу в течение месяца. Набрать 300 человек в батальон и отправляться на Северный Кавказ, на передовую. Две недели Мирзахан должен был воевать на передовой со своими солдатами, а затем возвращаться в Тбилиси за новым набором. Много раз приходилось Мирзахану идти в атаку со своими солдатами, со своей ротой. Бывали случаи, вечером врывались во вражеские траншеи и не знаешь, кто перед тобой, свой или чужой. И чтобы разговаривать нельзя. Чтобы не замерзнуть, ночью сидели спиной к спине, греясь с соседом. А утром с наступлением рассвета идет шорох. Оглядываются через плечо и смотрят, с кем провел всю ночь спиной к спине. Мирзахан является участником освобождения Польши, Варшавы, Венгрии, Чехословакии. Имеет награды за освобождение этих городов и государств. Он участник Висло-Одерской операции. И здесь он был награжден за свое мужество и героизм орденом Красной Звезды. Также Мирзахан является участником взятия Берлина. Здесь он был награжден вторым орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны второй степени. А также медалью за взятие Берлина. Он вспоминал, как после победы молодые офицеры, солдаты отмечали День Победы в подвалах Берлина. Молодежь пела песни, плясали, ели. И под утро Мирзахан с таким же молодым лейтенантом, как сам, в обнимку прогуливался по улицам Берлина. Вдруг, откуда ни возьмись, затрещал миномет. Мирзахан очнулся в госпитале. Он был ранен в бедро осколком снаряда. А вместо товарища осталась только яма. Домой он вернулся в мае 1946 года. В звании старшего лейтенанта в орденах и медалях. Его пригласили в райком партии и предложили работу вторым секретарем райкома. В 1950 году отца направили в Москву высшую партийную школу. После окончания он был назначен первым секретарем райкома Тобасаранского района. И проработал на этой должности до 1966 года. В 1966 году Мирзахана отправили директором вновь образовавшегося крупного совхоза Рубас. Он принимал участие в газофикации, электрификации всех сел, входящих в состав этого совхоза. И оставался на этой должности до пенсии. За свой труд, вложенный в развитие совхоза, он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В нашей семье была принята такая традиция. Каждый год 9 мая мы, его дети и внуки, собирались у отца отмечать его праздник, День Победы. После смерти отца мы продолжаем эту традицию. Мы со своими детьми и внуками приезжаем в очень дом, ходим на могилу родителей, вспоминаем их рассказы, истории. Слушаем любимые военные песни нашего отца. Это песня «Темная ночь» и «В землянке». Рассказываем нашим детям и внукам, чтобы они помнили, чтобы они гордились. Продолжение следует...